Грозные, свободолюбивые и невероятно красивые волки всегда выделялись среди других хищников. Их умение любить и хранить верность достойно восхищения. Волка невозможно приручить и он никогда не променяет свою вольную, полную опасности жизнь на что-то другое. Когда волчица находит своего спутника жизни, она живет с ним всю жизнь и не заменяет его другим даже после его смерти. Волк-самец не связывается с другой самкой, когда привязан к своей жене, чтобы его потомство не потерялось и не рассеялось, и в этом он более осторожен, чем даже человек. Волков можно без преувеличений назвать идеальными родителями. Конечно, основная забота о малышах ложится на плечи волчицы, но без своего верного супруга она бы не справилась. Первые три недели после рождения детенышей самка не покидает логово даже для того, чтобы поохотиться. Поэтому новоиспеченному отцу приходится добывать пропитание и себе, и партнерше, и при этом следить за безопасностью. Существует немало подтвержденных фактов, как волки оставались возле своего партнера, попавшего в капкан, или подстреленного охотниками. Некоторые хищники настолько привязаны к своему избраннику, что после его гибели осознанно выходят к людским поселениям, словно ищут смерти и забвения. Большинство волков продолжают жить после утраты своей любви, но в брачные связи больше не вступают, предпочитая навсегда оставаться одиночками. Точно так же волки не покидают своих родителей, когда они состарятся и не смогут добыть себе пищу. Молодые волки охотятся и приносят добычу в свои берлоги, где они делят пищу со своими взрослыми родителями и их молодыми детенышами. Бедуины называют волков потомками королей, потому что волк не ест падаль, даже если он не ел несколько дней, он должен охотиться на свою добычу заживо. Волку не приходит в голову жениться на матери или сестре, как другим животным. Верность волка не имеет себе равных, то есть он женится только на одной волчице на всю жизнь и не изменяет ей, так же и самка не изменяет мужу, и волк знает своих детей, так как они созданы от одной матери и одного отца. В случае смерти одного из супругов соблюдается траур на срок не менее трех месяцев. Еще волка называют праведным сыном, потому что это единственное животное, которое чтит своих родителей после того, как они достигают старости, потому что они не могут угнаться за стадом в охоте, поэтому родители остаются в берлоге, а дети охотятся и кормят их. Конечно, нельзя не упомянуть о таком явлении, как волчья месть. Эти звери иногда наносят очень большой вред фермерам, нападая на поселки и уничтожая домашний скот. Обычно такое происходит во время суровых зим, когда хищникам приходится голодать из-за катастрофической нехватки дичи в лесах. Но это не единственная причина. Иногда волки целенаправленно выбирают населенный пункт и устраивают в нем настоящее бесчинство, загрызая без разбору всех, кто встретится им на пути. А все потому, что животные мстят проживающему там охотнику, который убил их сородичей или, что еще хуже, новорожденных волчат. Звери незримо следуют за этим человеком до самого дома, и через несколько дней, под покровом ночи пробираются в деревню для свершения кровного возмездия. Некоторые волки вообще никогда не становятся родителями, так как не смогли найти для себя подходящего партнера, а случайные связи для них не характерны. Такие одинокие хищники живут сами по себе или примыкают к какой-то стае, пополняя ряды воинов.